Ну а я тем временем продолжаю вас знакомить с самыми вкусными местами в Санкт-Петербурге. И сегодня я вам покажу не просто ресторан, а рюмочную. Не просто рюмочную, а рюмочную номер один. По совместительству это еще музей русской водки. Вам понравится, будет интересно. Это персидский, погнали! Музей русской водки Экскурсию, потому что это очень интересно и очень познавательно. У водки есть своя история, как вы понимаете, богатая история. Здесь есть свои экскурсоводы, которые очень подробно вам все расскажут про историю русской водки. Я эту экскурсию слышал несколько раз, было дело давно, но кое-что помню. Из самого такого запоминающегося я вам расскажу. Вот посмотрите, пожалуйста, вот этот экспонат, как вы думаете, что это такое? Это медаль за пьянство. Весила она от 6 до 16 килограммов. Вручалась она самим Петром Первым, насколько я помню. Петр Первый очень любил выпить, но он не любил, когда перебарщивают. Он любил, когда пьют достаточно, то есть в достатке, когда умели себя люди контролировать. А кто не умел себя контролировать, вот получали такую медаль, которую носили неделю. Естественно, мало того, что она тяжелая, и это было сложно, плюс еще все видели, что на тебя такая медаль. И как бы после того, как ты поносишь на себе вот эти там 10-16 килограммов недельку, сразу перехочется, в общем, пить. А вот здесь вот рядом еще экспонат, вот посмотрите, это рюмка водки, литровая. Догадайтесь, как она называется? Правильно, это штрафная. Помимо того, что Петр Первый любил выпить, он еще очень не любил, когда к нему опаздывали. И все те, кто опаздывали, они должны были выпить вот этот литр водки. Но ради справедливости я вам открою маленький секрет, тогда еще при Петре Первом не было той самой 40-градусной водки. Тогда было где-то 16-18 градусов, но все равно, представляете, вот литр залпом выпить из этой рюмки, это как бы... Очень много здесь экспонатов разных. Повторяюсь, очень интересная экскурсия. Догадайтесь, вот, например, кто вот это? Узнали? Еще один интересный момент расскажу. Вот, посмотрите, здесь представлены, ну, мы называем стопки, да, вот, обычные граненые стопки. На самом деле это называется лафитник. И пошло это все с шато-лафит, вот, из Франции. Видите бутылочку шато-лафит? И изначально тогда то вино пили, вот я вам сейчас покажу, из высокой вот такой вот стопки. Вот видите, вот это, она называется лафитник. И мы это все дело под себя, так скажем, модернизировали. Мы поняли, что из такой конусообразной тары легче всего пьется, плюс грани понравились, чтобы легче всего было держать. И вот, собственно, превратилось это все в наши потом стопки, рюмки. Но изначально вот эта первая стопка называется лафитник. А вот это стопки, которые изначально предназначались для различного рода ликеров, к примеру. А вот это европейские шоты здесь представлены. Еще вон там вот есть один экспонатик, я вам сейчас покажу. Изначально основа любой водки это у нас, конечно же, рожь, ржаная водка. Дальше там могут идти добавления. Вот это, например, овес, вот это пшеница, гречаная водка и даже с охмелем. А вот это, кстати, первый дистилляционный аппарат из Европы. Вот так вот он выглядел, представляете? В общем, очень интересный музей и очень интересная экскурсия, настоятельно рекомендую. И из этого музея мы попадаем дальше в следующий зал, и это советская рюмочная. Очень колоритное место, зацените. Здесь вы очень легко можете перенестись куда-то в такое советское прошлое. Вот так вот подойти к барной стойке и заказать сет, такой водочный специальный по 25 грамм. Три различные водки с закуской. Какая самая лучшая закуска? Это, конечно, естественно, малосольный огурец. Лучше закуски вообще никогда не придумали. Есть еще одна закуска интересная и правильная. На самом деле очень многие, особенно иностранные туристы, любят водку запивать. Но это неправильно, нужно ее закусывать. И самая правильная закуска, помимо малосольного огурца, это сало. Почему? Потому что это такая русская хитрость. Мы подготавливаем так себя к приему водки. Жир сальный обволакивает желудок и не так пьянеешь. Вот вам такая подсказочка. Этот секрет никому не говорите. И из этой рюмочной дальше в зал мы попадаем, вернее, там даже два зала, мы попадаем непосредственно в сам ресторан. Мы сейчас идем туда, и я там сейчас буду кушать, естественно, вам все покажу. Значит, я вам расскажу историю. История такая. Тут уже все мои знают. У меня раньше были курсы иностранных языков, и очень часто ко мне приезжали иностранцы. И вот когда к тебе приезжают иностранцы, куда их повезти, куда их отвезти, что им показать, чтобы им было вкусно и интересно и максимально по-русски колоритно. Естественно, в рюмочной номер один, вы уже поняли. Помимо огромного выбора водки, а здесь более 220 сортов, это место славится закусками. Естественно, я по максимуму вам их покажу. Я уже заказал себе. Мы ожидаем. Значит, вот прямо по меню. Вы посмотрите, как выглядит закуска московская. Давайте почитаем, что здесь написано. Запеченный костный мозг на гренках из бородинского хлеба. Подается с костромской черной солью. Также я вам покажу, как выглядит строганина из сибирского муксуна. Подается вместе с водкой в ледяных рюмках. Вообще, я вам по секрету скажу, я небольшой поклонник водки. Я предпочитаю немножко другие напитки, но в этом месте, именно здесь, нужно пить водку. Ну, просто нужно. И она как-то здесь по-другому идет, знаете ли, вот как-то... И еще я заказал вам покажу закуска под водку номер два. Капуста квашеная, огурцы соленые, огурцы малосольные, соленые грибы по сезону. Это самая популярная закуска, ее все очень любят. Все мои иностранцы любили именно эту закуску. И все фотографировались для инстаграма, потому что, ну, это самая максимальная закуска. Такая по-русски максимальная. Это те закуски, о которых вы должны знать. Это те закуски, которые вы должны заказать, когда придете сюда. Но еще я не могу себе отказать в удовольствии. Не могу не воспользоваться моментом, что я здесь раз в кое веки. Заказал себе голень ягненка, томленную в печи. Это просто эксквизит. И покажу вам самое популярное блюдо здесь. Догадайтесь с одного раза, какое это блюдо. Ну, вот как... Салат. Какое? Ну, что это? Правильно, это селедка под шубой. Очень богатое меню, на самом деле. Посмотрите, как оно выглядит. Вы найдете обязательно для себя что-то очень вкусное. Салат. Тем временем у меня на столе первая закуска. Это телячий костный мозг с четверговой солью, черной. Подается на хрустящих гренках бородинского хлеба. Ну что, пробуем. Или же это блюдо можно есть вот таким способом. Так как это блюдо очень жирное, его рекомендуется заказывать непосредственно перед водочкой. Как я уже сказал, чтобы жир обволакивал стенки желудка и чтобы вы меньше пьянели. После, так сказать, аперитива закусочного вот мне принесли мое основное блюдо горячее. Это голень ягненка, томленая в печи. Очень вкусно. Мое любимое блюдо здесь я настоятельно рекомендую. Хоть это и второе блюдо, но оно подается с ложкой, потому что здесь много бульона. И считайте, ну это как второе блюдо и первое заодно. Так вкусно, но просто очень вкусно. Я совсем забыл про хлебушек. С маслицем. Мясо просто тает во рту. Спасибо. Друзья, исключительно для пищеварения. А вот это как раз та самая популярная закуска среди всех туристов и непосредственно моих туристов, друзей и гостей Санкт-Петербурга. Кого я приводил сюда, в этот ресторан, всегда у нас на столе было это блюдо, потому что ничего лучше не идет под водочку, как малосольный огурчик. А здесь еще и капусточка, и свежий огурчик, и селедочка, и лук. Ну давайте. Понеслась. Гулять так гулять. Спасибо. А тем временем у меня на столе очередная закуска, которую я не мог вам не показать. Это строганина. На севере и в Сибири так называются строганная тонкими ломтиками мороженая рыба, ну или мясо, употребляемое в пищу в сыром виде. А это рыба муксун, пресноводная рыба из семейства лососевых. Подается в ледяных стопках. Из айда прям. Это вкуснотища. Ну и честно вам признаться, я бы уже больше ничего не заказывал, потому что я объелся после всяких этих закусок. И особенно после голени ягненка, томленой печи. Самое вкусное вообще блюдо в мире. И неженейшее. Но я не сдержался. И еще свою любимую шубу тоже заказал. Уж очень она здесь вкусная. Уж очень я ее рекомендую. Это улет. Просто. Вы знаете, для меня шуба это какое-то максимально домашнее и почему-то новогоднее блюдо, да? Но все равно здесь шубу можно заказывать и летом. Сейчас у нас, кстати, лето. И вот под шубу я себе говорил, что я только буквально одну-две стопочки, но нет. Я не сдержался и заказал еще одну-третью под шубу. Но все. Вот эта стопочка и все. Потому что я не хочу получить ту медаль за пьянство от Петра Первого. Будем. Кстати, а вы знаете, откуда пошло вот это? Вот так вот показывать, делать. Я вам расскажу. Это было при Петре Первом. У нас как-то здесь в Петербурге погнулся шпиль Петропавловской крепости. И Петр Первый пустил клич, мол, кто его выправит. И нашелся один умелец, мастер, который залез на шпиль, поправил ангела. И потом, когда Петр Первый попросил у него, мол, ну, что ты хочешь за это? Он, в свою очередь, высказал такое пожелание, чтобы ему наливали везде, куда бы он не пришел. И Петр Первый вручил ему такую грамоту, с которой можно было пойти в любое заведение. И мужик много стал пить, и он эту грамоту потерял. Ну, так получилось, знаете ли, бывает, когда вот слишком выпиваешь, перебарщиваешь. Потом этому бедолаге, который потерял грамоту, дали именную кружку, с которой он мог тоже приходить в любое заведение, и ему наливали. И, как вы догадались, кружку он тоже посеял, профукал в одной из пьянок. И тогда ему сделали вот здесь, вот на этом месте клеймо. И он приходил в заведение, вот так вот показывал, и ему наливали. И отсюда у нас пошел вот этот жест. Не знали? Хотите еще знать много всего интересного? Тогда вам на экскурсию сюда нужно записаться. Когда я откуда-то уходил без десерта? Такого просто не может быть. Я вам расскажу, что я здесь пробовал, что рекомендую. Я пробовал суп клубничный, очень вкусный. И пробовал эклеры с заварным кремом, прям вообще под кофеек. Но сегодня я хочу попробовать, и заодно вы со мной вместе попробуете, ромовую бабу ленинградскую с рюмкой кубинского рома. Итак, отдельная история в этом заведении. Это десерты, это подача, это вот эта церемония десертная, так скажем. У меня на столе чай, мармеладки, я сейчас вам все покажу, и ромовая баба. Смотрите, как это выглядит. Итак, вот у нас русская рюмочная номер один. Вот так вот подается чай с ситечком, мармеладки. Вот из такого стакана, естественно, с подстаканником здесь пьется чай. И, внимание, сама ромовая баба с ромом. Как мне объяснили, существует два способа кушать этот десерт. Первый вариант. Вы разрезаете ромовую бабу и поливаете ее ромом. И второй вариант. Вы сначала выпиваете ром, а потом кушаете ромовую бабу, запиваете ее чаем. Я выбираю второй вариант. Йохохо. Ребята, она такая сочная. Она просто... Ой, как вкусно. Ой-ой-ой, шиньки. Это какая-то необычная ромовая баба. Она прям, вот знаете, что вот из нее прям вытекает сок. Она прям вот как жидкая. Ну, знаете ли. Что я хочу вам сказать. Это такое место, куда обязательно стоит приходить за вот этой атмосферой, за колоритом, за духом вот этим, который царит в этих стенах. Когда... Когда хочется выпить со вкусом, знаете. Когда душа просит. Когда хочется какого-то яркого застолья, эмоций. Вы знаете, в разные места вы приходите за чем-то особенным, да? Вот за какой-то своей изюминкой. Я думаю, здесь вы поняли, в чем изюминка. Самое колоритное место в Санкт-Петербурге. Это Персидский. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И да, кстати, вся информация и ссылочки под видео. Пока всем. Ну-ка, мармеладка. Ням-ням.